Револ Бласфемер. Спасибо большое за донат. Текст просто на запись. Давай смотреть. С термином «концептуальный альбом» широкий срез фанатов русского рэпа познакомился после выхода крайнего альбома Оксимирона «Горгород». Это, безусловно, большая его заслуга. Если под концептуальными мы понимаем именно альбомы с какой-то сюжетной линией, то, конечно же, их было овердохуищей до Горгорода, при том как в зарубежном рэпе, так и в нашем. Однако только с выходом 11-трековой эпопеи про грустного писателя вся эта хуйня обрела какое-никакое конкретное название. Но, сука, хайп штука такая. Хайп не чебупели по скидке, блядь, на него не считаются нормальные пацаны. Хайп говной, поэтому липтут к нему толпы самых разнообразных ёбл, называющих себя экспертами, знатоками и учёными, которые готовы рассказать вам всё, что угодно, лишь бы вы только хотели это услышать. Ну а поскольку Горгород хайпанул настолько, что Лувр официально переименовал картину Брейгеля из «Малой Вавилонской башни» в «Ебать, это шаблошка Оксимирона», то неудивительно, что достаточно быстро этот альбом стали очень сильно канонизировать, превращая просто крутую и сильную пластинку в лучшее. Ну я этого вообще не понимаю, потому что мне ни одна студийка Оксимирона не нравится. Альбом столетия, нахуй, платиновый век российской, блядь, поэзии и так далее. Фиколай, спасибо большое за донат, мое почтение. Мужики вбунтовались! На помощь! Давай впишем сюда с отыглом. Горгороду давали литературные премии. Разные музыкальные ресурсы называли его чуть ли не лучшим альбомом русского рэпа вообще, и все это так или иначе покрывало его слоем пафоса и позиционировало как эталонный концептуальный альбом. Типа, вот, смотрите, вот так выглядит умный и классный русский рэп. Вот к чему всем нам, вахапедам, нужно стремиться. Но это не совсем так. Если тебе нравится слушать концептуальное дерьмо, или же наоборот, если ты сам хочешь писать концептуальное дерьмо, то сегодня мы попытаемся разобраться, как выглядит хороший концептуальный альбом и почему иногда одного лишь пиздатого сюжета для него может быть недостаточно. Вот только примером для нас сегодня будет не Горгород, а немного другой альбом, который не мусолился нашими любимыми рэп-сми, который, вопреки именитости автора, не попал даже в топ-50, блядь, русских альбомов за 18-й год. Спасибо за флоу, вы охуенные. И которому, разумеется, никаких литературных и музыкальных премий никто не давал. Встречайте, дамы и господа, никому нахуй не нужная хип-хоперана из MC, а.к. очередное доказательство того, что все наши ёбаные эксперты судят творчество не по качеству, а по количеству репостов. Именно этот альбом сегодня поможет нам. Я смотрел этот выпуск. Пошли техникам. Всем разобраться. Итак, возвращаемся в самое начало. Как написать пиздатый концептуальный релиз? Казалось бы, все здесь просто. Вот даже проще, чем уговорить репнюс на минет. Просто берешь свой альбом, придумываешь для него какую-нибудь драматичную историю про трех пацанов и дозированно фасуешь ее в 15 треков. Все нахуй, ты оксимирон. Однако большая ошибка думать, что единственная важная вещь в концептуальных альбомах – это их сюжет. На самом деле, не менее важно как раз таки и то, как ты этот сюжет поделишь на треке. Проблема в том, что концептуальный альбом – это ни кино и ни книга. Да, в нем также есть сюжет. Вот только если смотреть фильм в середине, ты, конечно же, не станешь, то начать слушать альбом с пятого или десятого трека, потому что там какой-нибудь хит или просто классное название, ты очень даже будешь. Более того, чаще всего именно так все и делают. И вот из-за этого непоследовательного прослушивания в таких релизах перестает работать самый главный их фонд – сюжет. Недаром же Оксимирон писал «Пацаны, слушайте, пожалуйста, Горгород подряд от начала и до конца, ибо включив сначала седьмой трек, а потом, допустим, пятый, ты попросту не понял бы ни один из них. И вообще-то это больше проблема исполнителя, чем вас». Нет ничего сложного в том, чтобы сделать аудиокнигу, поделенную на 20 треков. Гораздо сложнее сделать так, чтобы эту книгу можно было открыть с середины. И вот в пиздатых концептуальных альбомах эта проблема решается как раз тем, что каждый отдельный трек, помимо, ну, продолжения истории из всего остального трек-листа, сам по себе является цельной и законченной историей. То есть, грубо говоря, в таких книгах каждая отдельная страница – это уже рассказы, поэтому, включив альбом с какого-нибудь 23-го трека, ты не будешь чувствовать себя так, будто пришел на мать аж с туалета, пока все писали конспект. Именно такая херня и происходит в хип-хопере. Конечно, я не могу сказать, что, включив любой трек из хип-хопера, вы услышите на том конце прям какую-то цельную историю. Ясен хуйня, это же, блядь, опера тут. Половина песен – это вообще не песни, а всякие батлы, там, зарифмованные диалоги, речи и так далее. Но вот остальная половина пластинки – это полноценные треки. Треки? Че, блядь? Это полноценные треки, и вот их наша тема касается на все сто. На помощь, петухи! Скажем так… А, троска, спасибо. На помощь! Акси. Говно. Вот рэп заебатых. Спасибо большое, да, сейчас скоро послушаю. Хитовая часть Орфея и Вредеки, то есть как раз те песни, к которым в первую очередь тянутся руки слушателей, благодаря грамотному делению сюжета не вызовут у вас чувство какой-то вырванности или недосказанности. Даже при том условии, если на весь остальной альбом вы любезно положите хуй. Вот, например. Это отрывочек из песни «Мантра», а вот это ее текст. Вот о чем бы ты подумал, услышав такое в наушниках. Наверняка о том, что песня посвящена разлуке, и что все вот эти метафоры пытаются как можно красочнее описать состояние, когда ты внезапно перестаешь находить в раковине длинные волосы по утрам. Что, мол, без нее ты и не тут, и не там, что все потеряло важность, что ты теперь утопаешь где-то там в себе же и просто беззвучно орешь, что все так хуёво. Короче, классическая песня на расставание. Но, как только ты послушаешь эту же песню вместе со всем остальным альбомом… Нойзом мне нравятся, наверное, треков, не знаю, там… Один какой-нибудь, пара самых ранних. Она внезапно откроется тебе с новой стороны, потому что по сюжету в этом треке Нойз рассказывает о том, как его погрузили в царство снов, и что он не метафорично, а буквально, блядь, плывет духом над водой в темноте, буквально пытается доплыть до Евредики и буквально находится и не там, и не здесь. То есть все эти типы метафоры имеют буквальный смысл. Благодаря охуенной подаче сюжета и, опять же, грамотному его делению на треке, для тех, кто слушает мантуру в отрыве от альбома, эти слова воспринимаются как просто красивое и поэтичное описание разлуки. Но для тех, кто слушает пластинку целиком, те же самые строчки становятся буквальным толкованием сюжета. То есть их как бы можно воспринимать с разной глубиной. Или же песня вряд ли боги соблаговолятна. В ней также есть строчки, которые можно воспринимать по-разному, в зависимости от того, слушаете его трек в альбоме или же отдельно от него. И то, что кому-то казалось рудиментарным, возымеет подъемную силу. Мы сменим этот быт кошмарный на новый, просторный, красивый. Или, возможно, все это зря. И я не так уж талантлив. Но если ты веришь в меня, я всех поргу на этом батле. Хочем вряд ли боги соблаговолятна. В данном случае батл и боги это как бы одновременно и иносказание, типа в этом жизненном батле я разъебу всех, хоть и кажется, что весь мир против нас, и прямое толкование сюжета, потому что по истории Орфей, опять же, буквально идет на олимп к богам, чтобы буквально выиграть там батл. И вот такая тонкая работа со смыслами здесь наблюдается в каждом, блять, хитовом треке. Ну тупо кино, нахуй. Отдельно замечу, что дополнительной целостности треков способствует и то, в какой стилистике вообще написаны тексты для этого альбома, потому что, смотрите, с одной стороны, весь альбом рассказывает вроде как о Древней Греции, поэтому образы в нем сплошь, как из произведений Гомера. Кефар или Гомер, Кефара, Манускрипта, Олимп, Хуимп. Но с другой стороны, из-за того, что отдельные песни являются не только частью сюжета, но и законченными историями о нашей сегодняшней жизни, то в куплетах часто встречаются и более привычные нам образы из современного мира, как, например, в песне «Мелкие черепки». Знаешь, что, приди-ка, такое слышать мне дико, ты с такой критик, ну-ка, баню, давай, иди-ка, сгоняй на маникюр с педикюром, подправь кутикулу лаков на Вика, прикупи косметики или новую тунику. То есть буквально пара треков ранее, речь в альбоме шла о лавровых венках и кефаре, а тут на тебе нахуй, блять, сделай маникюр с педикюром. И вот на самом деле, чтобы грамотно сочетать такие вещи, нужен какой-никакой скилл, поэтому обращаясь к начинающим рэперам, если вы когда-нибудь возьметесь за подобные хуевины, то либо очень-очень тщательно все продумывайте, либо лучше нахуй сюда не лезьте. Это то, что касается треков. Само собой, делать концепцию в таких альбомах тоже можно по-разному и как бы тоже с разной глубиной. Концепция может быть простой, как в Горгороде, где весь сюжет раскрывается с помощью одной лишь выдуманной истории, или же более сложной, как в хип-хопере. Объективно, ни первое, ни второе неплохо, но поскольку ролик про Нойза, будем смотреть, как все это работает у него и какой профит мы можем получить от такого многослойного и закрученного сюжета, как у него. Конечно, я не сказал бы, что в хип-хопере прямо ебанутся многоуровневый сюжет, но все-таки он такой закрученный. Сейчас я попытаюсь объяснить, о чем я говорю. Вот как обычно делают концептуальные альбомы. Берется какая-то история или тема из реальной жизни и раскрывается в художественном образе. То есть, к примеру, в основе Горгорода лежит реальная тема взаимодействия артиста с обществом, властью, фанатами и прочим. А раскрывается это в конкретных образах выдуманного писателя Марка, выдуманного мэра, выдуманного города и прочей хуеты. Это, я думаю, вы и без меня знаете. А вот что, если попробовать на этом всем не останавливаться и положить один художественный образ на еще один? То есть, раскрыть историю в образе, раскрытом в еще одном образе, нахуй. Вот так и строится сюжет альбома Нойза. В корне Орфея и Вредики лежит история о том, как под давлением популярности и бабок нормальный чувачок может проебать и личность, и жизнь, и, как следствие, личную жизнь. Эта история раскрывается с помощью образов древнегреческой мифологии. За место шоу-бизнеса у нас Олимп, а за место звезд боги, однако на этом Нойз решил не останавливаться и показал конкуренцию между звездами, ну, то бишь между богами, в формате рэп-баттла. То есть, мама того, что за место конкурирующих знаменитостей у нас мифические боги, так еще и за место самой конкуренции они тупо батлят, блять, на Олимпе. И вот в итоге получается настолько многосторонняя концепция, что помимо просто интересного сюжета, она дает альбому и еще один интересный профит. Он в каком-то смысле становится бездонным. Постараюсь объяснить. Короче, благодаря тому, как много разных линий Нойз переплетает между собой в хип-хопере, в этой пластинке появляется столько разных связей, посылов и смыслов, что даже сам Нойз их туда, скорее всего, не закладывал, но слушая этот альбом снова и снова, вы будете их реально находить. Дева тут даже не в СПГС. Ну вот взять за пример те же батлы. С одной стороны, это просто прикольно. Ну, класс, типа, боги не проклинают друг друга, батлятся, охуенно. С другой же стороны, это хорошая метафора на конкуренцию, потому что, как мы уже выяснили, вместо того, чтобы 40 минут рассказывать вам о том, как новые звезды сменяют старых, гораздо легче, наглядно и компактно показать это на примере батлов. Типа, кто кого в батле разъебал, то это новая звезда. Все все поняли. Заебись. Ну а с третьей стороны, победив на батле, Орфей получил признание и подписал контракт с известным уэйблом. В точности так же, как и со мной из МС в реальной жизни, ставший популярным после батлов в хип-хоп ру и примерно тогда же подписавший контракт универсал. Ну, понимаете, да? Ну или вернемся к песне «Романс». В ней Орфей говорит, что он долгое время не мог никуда пробиться и теперь, наконец-то, его карма трахнет Фортуну. И да, впоследствии он ее действительно трахнул, но буквально. Потому что по сюжету Фортуна это не только синоним удачи, но и главный женский антагон... Ахм... Главная женская антагонистка, простите, которая к середине альбома соблазняет Орфея и буквально с ним... И вот такого на альбоме просто дохулярт. Я реально каждый раз его, блядь, как впервые слушаю. К чему все это, спросите вы? А к тому, что, оказывается, прикиньте, рэперы, все эти двойные и тройные смыслы, концепции и прочую задротию иногда можно использовать не только как факт, что вот у меня тройной смысл в панче, блядь, я охуенный, но и давая музыке реальную практическую пользу. В нашем случае позволяет смотреть на посыл песен с хуевой тучей разных ракурсов, но так и не исчерпать их смысла до конца. Вот, вот как, блядь, оказывается в жизни бывает. Ну а теперь, наверное, самая важная херня, о которой многие почему-то часто забывают, ну или вообще не знаю. Концептуальный альбом должен быть пиздат и без приставки концептуальный. Это обязательно. То есть какие-то музыкальные, поэтические и художественные приемы, они сами по себе не являются сутью, а лишь помогают эту самую суть отпечатать на бумаге. То есть когда в твоем альбоме нет ничего, кроме самого факта, что, мол, вот, блядь, я сделал концептуальный альбом, я красавчик, твой альбом не является крутым. Твой альбом будет поистине крутым тогда, когда, убрав из него концепцию и сюжет, он все еще останется охуенным узлом. То есть концепция не дает тебе скидок на остальные аспекты песен, ровно как и наоборот. Тот факт, что ты рэпер, не дает тебе скидки на то, чтобы ты со спокойной душой выстрел сюжет в стиле сериалов на ТВ-3 и назвал его так классным концептуальным альбомом. Так камон, скилз, я же, блядь, не Тарантино, я рэпер, моя работа выебываться, а хороший сюжет, это уже дело третье. Нихуя. Взялся за концептуальный альбом, стань ебаном Тарантино. Взялся за концептуальный рэп-альбом, сделай так, чтобы даже не заметив в нем сюжета, люди все равно охуели от музла, и вот тогда у твоей пластинки будут все шансы, чтобы прожить в памяти слушателя чуть дольше двух недель. Сделав хип-хопера, он и вполне мог бы позиционировать ее так, что, мол, пацаны, отъебите, здесь весь прикол в сюжете, на двух стульях не усидеть, как бы, либо концепция, либо все остальное. Но он так не сделал. Вот, во-первых, звук. Что мы можем сказать о звучании хип-хопера? Да то, что оно охуенное, блядь, и мало того, что альбом просто пиздато звучит, чем, кстати, и концептуальный предшественник хип-хопера похвастаться не мог. Вот же не впадло, челу, было этим всем мое. Звук его лишь дополнительно раскрывает атмосферу сюжета, подпитывая ее качевыми битами в баттлах, к хуям вывернутым и темным звуком в моменты, когда Арфей погружается в кому, и, наоборот, более чистой и умиротворенной музыкой, когда герой бурждает между миров. Но, как бы, слова словами, а лучше один раз услышать. Полиэтилен, салопан, силикон, латекс, пластик, латекс, пластик, не думай о плохом, больше счастья, больше счастья. Оставь сантименты, не время до слез, Арфей, проникнись моментом непременно всерьез. Внимательно выслужи старину хороа, мы вряд ли вытащим твою жену из комы, если будем тут реветизжать чудо. Не в этом ключ из комы, у пациента не простуда, но и я не врач участковый. Но ты не титан, разве что с виду на этот титул, вы со своей свитой, селебрите с альтамитом. Не тяне титан, даже в сей толпуру сети сапитов, киды хвалят смидах, потому что велит элита, но ты не титан, победей. А шо по текстам? Тут ведь тоже можно было сказать, что альбом концептуальный, да хуя смысловой, совместить массивное содержание слов массивной формой было бы невозможно, но так тоже никто не сказал. Мир да знает, по-своему наш роман сверстает. Мир да знает, в нашей истории акценты сам расставит. Как именно не знаю, но мне известна истина простая. Я буду любить тебя, даже когда мира без нас не станет. Песня без нас в этом плане прям эталонный трек, потому что сука, я не знаю, что это за магия. Вот если бы мы знали, что это такое, но мы не знаем, что это такое. Этот трек просто ебет и по содержанию, и по форме, и навскидку, я сейчас не вспомню, наверное, ни одного другого трека на русском, в котором был настолько же плотный и художественный текст. Вот если вам зайдет, то пожалуйста, не поленитесь после видео реально зайти в Genius и охуеть с того, что в тексте этой песни нет, сука, ни одного кривого мостика между мыслями. Ни капли воды. Каждое слово здесь формирует песню, что-то значит, и оно очень важно для песни. И это, я не знаю, это очень круто, больше мне нехуй сказать. Но как же батлы? Как мы уже разобрались, для этого альбома промежуток с батлами богов носит больше метафоричный характер. И в каком-то смысле, сами батлы здесь даже второстепенные. Вот будь хип-хопер российским фильмом, вам бы просто показали Арфея, сказали бы, йоу, это Арфик, он очень любит музыку и круто батлит. А потом показали бы отрывок с Рапчагой уровня Йоу, петушок, иди ты нахуй, я не вошел, а пока ты цепляешь курс, я заработал риф, пяк, тулит, и все, как бы. Если мы сказали, что он крутой батлер, значит, он крутой батлер, отъебитесь. Но в альбоме Нойзе даже такая второстепенная штука, как батловые раунды богов, продумана чуть ли не до мелочей. Во-первых, у каждого из них действительно крутые куплеты. Хип-хопер это вообще, наверное, единственное место, где СТ выдал крутой раунд. Ой, блядь. А во-вторых, батлы здесь это не просто пять плюс-минус одинаковых куплет. А вот Прометей явный фаворит, и тебе даже не надо говорить о том, кто из них выиграл, а кто проиграл, чтобы понять, какая пара будет в итоге в финале. И это тоже пиздец как круто. То есть убери из хип-хопера сюжет, а она все равно будет тебя удивлять. Но самое интересное, что с тем же успехом это работает и в обратную сторону. Убери из хип-хопера все, кроме сюжета, и она хоть и не станет великой книгой, но все же продолжит твердо стоять на ногах. Как я уже говорил ранее, коль уж мы беремся за концептуальный альбом, то есть сюжетом здесь нужно работать по полной. Тут просто нет второстепенных деталей. Ну а скидка на то, что... Киллзу надо делать так. Ну, блядь, мне насрать. ...строить только фанатов рэпа. Мы тут все-таки альбом на века ебошим, если вы не забыли. Поэтому такие вещи, как персонажи, их мотивации, завязки, развязки и прочие умные слова из видосов Ануара в концептуальном альбоме должны... Ну посмотрим на тему концептуального альбома говниды, типа буду ли я его делать таким. ...работать и как минимум не резать, чтобы слушать его. Иначе от концептуального альбома у тебя будет одно лишь название. И вот это уже не круто. И знаете, заебись. Заебись, что какой-то русский рэп сценарно работает лучше, чем русское кино. И вот такие продуманные вещи, на мой взгляд, как раз-таки и должны награждаться литературными премиями. Вот только кому нахуй нужны эти премии, если они такие? По-моему, никому. Надеюсь, это видео убедило вас в том, что следующие полтора часа своей жизни стоит потратить не на 90 сеансов дрочки, а на прослушивание Орфея и Вредихи. А с вами Буткиус и Ямайор, и у меня всё. Что за вопросы вообще? Пока. Сейчас стрим закончу, первым делом пойду дрочить. Ну, спасибо, в любом случае, за донат и World Class. Но я всё-таки... Я больше за то, чтобы подрочить.